Значит, хорошо, вот написали абстрактное уравнение, и написали его в компонентном. Теперь, значит, говорится так, ну тут возник вопрос про плюс-минус стоит, сейчас будем выяснять. Значит, так, предлагается следующее. Рассмотреть магнит 4х4, да, именно в таком виде, где для задач 2х2 магнит Cp имеет такой вид, а в общем случае, в случае матрицы n на n, матрица P имеет вот такую виду. Сейчас будем сравнить, где наверное есть люди, пойдет или нет. Где Е и ЖД, это матрица n на n, у которой единственный элемент, отличный от нуля, стоит на пересечении нитой строки и ЖД и диагонали, а остальные все на n. То есть, если есть матрицы элементы, вот такой матрицы, это ΔmA, ΔmB. Так, давайте посмотрим, как это согласуется. Вот с этим приемен равняется двойке. Значит, по вот этой формуле, что я должен вам сказать. Теперь, значит, смотрим на эту матрицу. Это матрица раздувания. Так, матрица E1-1 в данном случае, это то, что это при сечении первой строки, первого столбца. То есть, это матрица вот такого сорта. Давайте ее раздувать. Поставим сюда. E1-1 в согласии с нашим правилом. И видим, что это матрица вот такого сорта. Верно? Верно. Ну, давайте проделываем аналогично для остальных матриц. Давайте, в следующем случае, меньше. Е1-2, еще раз, единичное стоит на пересечении первой строки и второго столбца. Ну, и, наконец-таки, E2-2, и единичное стоит на пересечении второй строки и второго столбца. Вот, быстренько посчитаем, убедимся, что это вот такая матрица. Проверьте, тоже совсем банальная штука, что матричные элементы такой матрицы, а я написал индивидуальные, я написал матричные элементы для вот этих матрицей и жидок, если мы сюда, если мы возьмем здесь элемент И, К, тоже речь, и воспользуемся вот этим свойством, просуммируем так, по ММ, лучше так, ММ, то получим точность вот этого соответствия. Это вот явный вид матрицы P, которая называется матрицей перестановок. Она называется матрицей перестановок по следующей причине. Пусть у меня имеются два вектора примера компонентом Е1, когда лево Н, и другой вектор компонентом Е1, когда лево Н. Так вот, вот эта матрица, которая написана в сумме, вот эта и друг. Проверьте, что она удовлетворяет следующим условием. Эта матрица N2 на N2 действует на такой вектор, на такой вектор. Оно просто представляет вектор А в данном произведении, поэтому эта матрица не называется матрицей перестановок. Это не просто? Да, конечно. Ну и пускай сейчас... Я и говорю, пусть проверят. Ну то есть, я думаю, что вот то, что проверят, что из общей формулы для N равняется 2, следует матрице P, это банально совершенно, но пусть вот эту формулу проверят, и, так сказать, убедятся, что матрица так называется N и P. А я думаю, начать нужно с матрицы 13. С матрицы 13. 3 это большое число, как следует из одинаковое разложение. Ладно. Покажу я в необщем случае. Конечно, конечно. Значит, смотрите, вот тут в общем-то перестановка, проверим за 5 минут, и дальше кого-нибудь вызовем в доске. Значит, 5 минут дается? Да, да, 5 минут дается на то, чтобы проверить, что... Посмотрим элемент AB, который у нас равен значить. Сейчас, а что там написано? Компонент AB. Компонент AB, вот это написано. Сейчас, вот это у нас... Сейчас, там уже скобочка в число написано. Нет? Где? А, нет, где ромка. Нет. Вот. Значит, вот я возьму сумму... То есть просто перекрежем B. Вот. Сумма B и G. в том числе... А вот... В том числе... Спасибо. Спасибо. Заметим, что это можно переписать в виде дельты, а это дельты живых, а тут живых. И у нас из этой суммы остаются какие слоганные? Когда у нас А равно В и В равно К. То есть, значит, у нас остается один элемент В, В, В и В. Вот, все отлично, все правильно, только я бы предложил бы эту задачу делать два шага. Сначала из явного вида матрицы P просто показать вот эту форму, что у нее такие матричные элементы, а потом проделать все то же самое. Надо просто действительно написать, что P В на дубль В, скажем, и житель действовал определением. В, скажем, AB, WA, W, B и уже воспользоваться в модернформе, что P, если там И, К, Ж, в принципе, это так. То есть написать, что это дельты И, B, В, А, W, B, просуммироваться и убедиться, что это и есть W и T на W и W. Ну, что то же самое, я бы повторяю, только не надо вот эти приближительные формулы. Надо просто запугать, что элементы матричные P уже поставили потом в простом виде. А так выкладка, конечно, совершенно правильная. Так, хорошо. Теперь у нас есть вот такое абстрактное соотношение. И подставим туда матрицу R, которая вот есть, пока наставим на минусе, 1 на R до минус μ на матрице перестановки. Тогда какое уравнение, в конце концов, мы получим вместо этого, этого, этого абстрактного уравнения? Получим такое. Всякие суммы пропадут из-за того, как у матрицы P встают символы краныкера, и мы получим в правой части вот такое соотношение. Для скобок холосов на какой-то непонятной пока матрица D с R матрицей, которая выражена в темных матрицах перестановки. Вот такое вот соотношение мы получим. Текст. Значит, ну, легко теперь понять, какие соотношения для абстрактной матрицы T будут, если я элементы ее буду писать в виде A, B, C, D. Итак, пусть у нас это написано для производных N на N матриц. Итак, теперь я говорю, давайте от индексов вообще их памяти будем писать снова эту матрицу в таком виде. Ну и тогда давайте смотреть, как T1,1, то есть буква A от лямда коммутирует, например, с T1,1 от буквы μ, то есть как A от лямда коммутирует с A от μ. Нет, я думаю, что это более простое, а чуть-чуть посложнее, а остальные пусть выше тоже. Так, смотрим. Стоит единица 0 и минус 1. Итак, индекс у меня 1,1 пока, и тут 1,1. Да, везде будет стоять индекс 1,1 естественно, поскольку здесь у меня индекс 1,1. Будет стоять A от лямда, A от μ, минус A от лямда, A от μ, то есть это 0 и плюс 12. Но ты же помростой, если я взял. М? Ты же помростой, если я взял. Что бы перваков у меня? Нет, они будут сложнее. Итак, мы получили следующий факт, что если выполняется вот такое соотношение, где R от лямды, то элементы A от лямда коммутируют сама собой в точке μ, при другом значении спектрального параметра, коммутируют. Это просто 0. И вот, кстати говоря, сразу... А, нет, еще не сразу. Так, ну давайте какие-нибудь другие соотношения, там A, типа B напишем, соотношения, скорее вот из общего, соотношения для, так сказать, марки 2 на 2. Давайте выпишем соотношение A с B и A с C. Ну давайте там пару минут подумаем, а потом, мне кажется, мы такие вещи делали перваковые. Да, да, да. То есть вот, мне понадобятся такие соотношения. Другие, на самом деле, не очень понадобятся. Хочу иметь такие соотношения. Как A от лямда коммутируют с B от ми, как A от лямда коммутируют с C от ми, ну и на всякий случай, как B от лямда коммутируют с C от ми. Почему это равно? То есть ясно, что еще должно быть функционировать соотношение B с буквы D, C с буквы D, A с буквы D. То есть всего должно быть... 8, 6 сейчас. 10, все, прошу. Ответ 1, 2. 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 1,2 это B оттямбов. Значит, это каждый вид из леднички. 1 это A оттямбов. Значит, там L место. Поэтому 1,1 оттямбов. Там L 2. 1,2 оттямбов. Ну, зато туда просто А и С. Ладно, посадитесь. Садитесь, садитесь. Так, следующий. Кто еще нам что-нибудь вычислил? АУ. Так, кто АС может сделать? Быстро. АС уже невозможно? ААНТОМ, как там? Там прерывались, сразу прерывались. Затачу тоже. Это моха. Что? Не, Антон, не годится. А что, может стать? Плохо, да? Как? Вычислить стопку патронами? Завод прям, да? Я послышал, что-то нет. Завод? Пожалуйста. Все, понятно. Да, 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 да. Да, да, да. А, я кто это там? Нет, понятно. Тихо, а еще, да. Ага. БОДКОВ. Тупо. АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует... 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 Сколько дельфикачу? 2 едких скорых жизней? Да. Еще раз. Что я говорю тебе? Поставим эти морожения вот сюда. Вот сюда. Да. И поставим что-то лучше. Я пока не знаю, что такое скобки. Эти полосороны ДФ по ДХ или еще что-то. Я написал какие-то основные скобки. Сережа. А? Все-таки знак совпад. Слава тебе. Большое спасибо. Да, почему? Да. Спасибо. 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 áveisпадает. Благодаря. Все. Ну и оранжиссии надо. Благодаря. А... С начину... разук открыл. Разук о дdem Eliseю. О боже. Olе. У К Yin Туoten. Б Cadзиане. Продолжение следует... 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 Янгл Бакстер Что? Уравнение Янгл Бакстера Но уравнение Янгл Бакстера А чем похоже? Это... Уравнение Янгл Бакстера Я впечатляю Уравнение Янгл Бакстера Никаких скобок полосона не было Нет, они так А тут какие-то скобки полосона Документат Ну и В чем похоже, в чем разница Ну а если похоже, то как можно это показать? Можно вопрос? Да, конечно Вот есть у нас сравнение Которое написано для N и M Вот там тендерное произведение с хвостиком равно Но... Наедет Следующая строчка Почему оно при разных? Мы выяснили, что при одинаковых оно верно Стоп! А разве выяснили, что при одинаковых? По-моему, при разных сейчас выяснили Ну ладно, при разных Эта часть очевидно нолик, да? Левая Стоп, еще раз Если L В разных узлах коммутирует Это банальное утверждение Надо рассмотреть вот такую просто Руками Так сказать, такую скобку полосов Физическое допущение Да, физическое допущение Что вот такая скобочка Корректно вообще все описывает Что в разных узлах Элементы коммутируют полосового А в одинаковых узлах Вот тут удовлетворение Нужно скобку полосов Только Вы можете показать там Н Н Да Значит, если кто-нибудь Кто сообразит О том расскажем сейчас Почему если T и T3 Будут заявить R уравнение Какое у нас R уравнение? Вот Мы его подведем на 0 Что произведение с R и T3 Тоже удовлетворяет R уравнение Если Матрец и T По основному Элементу матрец и T По основному коммутируется Элементу матрец и T Даже 3 Правильно? Сколько минут дает? На это дается 2 минут 0 А еще раз 3 минуты, но не больше Но это не для первого курса А для второго Сейчас, еще раз Пусть Матрица T удовлетворяет Такому уравнению Матрица T' тоже удовлетворяет Такому уравнению И для третьего И Элементы Матрицы T по основному коммутируются Элементами матрицы T' Тогда Надо доказать Что произведение Таких матриц Тоже удовлетворяет Такому же уравнению Так Хорошо Тогда непонятно следующее Следующее Вот это Матрица T' Матрица T' Матрица T' Это какая-то обновленная Матрица Как-то плохо умножать Обычный Матрица T' Матрица T' Матрица T' Нет, да, хорошо, хорошо Это вот так Стоп, стоп, стоп Можно и так Конечно В компонентах все писать Но я хотел бы Значит так Я сейчас Некий намек тогда сделал Если изменение В компоненте писать не надо Поскольку заблочишься Ну в смысле неудобно было Я вот так Я тогда такой намек сделал Смотрите Вот я специально начал писать. Если у нас была отличная стопка полосона, какая-то абстрактная, для каких-то функций, то действительно говорится, что она удовлетворяет условию дифференцированности. Я об этом уже писал. Свойство, которое просто налагается на стопку полосона. Теперь так. Я утверждаю, что свойство дифференцированности для таких тензорных вещей будет следующее. Если x абстрактной матрицы, я даже буду популярно писать в данном случае, x, y по полосона, z, то есть это вот аналог вот такой, да? Свойство дифференцированности будет такое. Точно, точно. Умножить нагибник тензор на z, и, внимание, важная штука, плюс x, z, y, тензор на 1, именно в правой части, так сказать, должно стоять. Вот такая вот дифференцированность. Проверьте, кстати, что правая часть, значит так, это определение посудило скобки полосонок через коммутатор. Надо проверить, что такая скобка полосонок действительно уже проехала сначала в таком уравнении. В этом был некоторый, так сказать, некоторый хитрис, о которой я специально, на самом деле, не говорил. Спасибо. 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 Дальше мы аналогически раскрываем вот эту точку тем же самым образом. Дело в том, что Т' и С дадут какой-то член, а Т' и С дадут много. Так, все, вот это просто. Спасибо. Отпостулируйте. 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 по празднику, чтобы всё это было. Ну а здесь мы это точно с вами строим с помощью обморки. Вот дальше превращаем эту магниту на эту, эту на эту, и вот R на вот эту. Ну, просто у нас есть 8 для коммутатора. А коммутатор ВСС плюс коммутатор ВСАС. Ну а коммутатор ВСАС. Вот такое отчество. Таким образом, будет в конце коммутатор R из своей матрицы Толианда. Толианда на Толианда-штрих Толианда умножить на Тмю-Тмю-штрих. Ну, ustedes я делаю это. Вот, все правильно. Отлично. Итак, что мы доказали? Что если 2 матрицы общение удost投воряет то, R-уравнение до их произведения тоже такому же уравнению удовлетворяет при слове, что элементы этих двух матриц полосовного коммутируют. Ну хорошо, тогда мы сразу же получаем по индукции, так, мы уже доказали, что для любого n Ln удовлетворяет этому R-уравнению. R-уравнение. Следовательно, L1-оклян, который удовлетворяет этому уравнению, с L2-оклян тоже удовлетворяет этому уравнению по складным элементам. Здесь это P2 и P2, которые ясно по возможности удовлетворяются элементами P1 и P1. И так далее, если эта матрица удовлетворяет R-уравнение, то и такая матрица тому же самому уравнению удовлетворяет, поскольку здесь стоят импульсы и частицы, импульсы-координаты третьей частицы, которые с этими элементами, конечно же, коммутируют. И так далее. То есть мы получили, что любое произведение таких L-операторов, которые есть Ln-оклян, тоже удовлетворяет вот этому уравнению, если L-оператор удовлетворяет этому уравнению. Так. Хорошо. Итак, мы получили утверждение. Если Ln удовлетворяет R-уравнению, то вот следует следует, что Ln-оклян, которые есть в произведении таких операций, то есть Ln-оклян тоже удовлетворяет R-уравнению. Так. Давай определим, что вот там написано. Так, что Ln-оклян я обозначаю матрицу 2 на 2 с элементами A на тренду, B на тренду, C на тренду и D на тренду. А мы уже, например, выяснили два факта. Первый факт. Мы уже давно выяснили, что буква АН полином АН это производящая функция для галлентунианов открытия с бочки Тодек. АН частично. А из соотношения, что А глянда с А1 равно нулю, смотрите, А, и теперь, что АН глянда с АН глянда с АН равно нулю. И мы уже давно выяснили, что у АН глянда производящая функция для галлентунианов нашей цепочки Тодек. Мы подставим, так сказать, в это соотношение АН глянда записано в таком виде. Поставим в это соотношение АН глянда равняется сумма точно такая же, специально M напишу. И мы получим просто в связи этого соотношения, что какая-то сумма ЭН глянда равняется нулю при произвольных значениях лябды и мю. Отсюда следует, отсюда же сразу следует, что поскольку это соотношение выполняется при любых лябды и мю, то есть следуя степени лябды и мю независимые, мы сразу получаем, что те коэффициенты, которые входят в разложение этого полинома, по основу коммутируют между собой. Вот. Вот такие вот довольно-таки извращенные методы доказали, не зная явного вида этих гамертонианов. Ну то есть мы уже проверяли, например, что H1 это сумма импульсов, H2 это, так сказать, квадратичный по импульсам гамертониан, а вид 3 мы даже не вычисляли, он уже довольно сложный и так далее. Вот, не зная явного вида гамертонианов, мы, тем не менее, таким образом, исходя из вот этого уравнения, показали, что гамертониан открытся почти кто-то по основу коммутируют. Так, стоит ли пояснить, какое отношение вот эта дрянь имеет к квантовому уравнению? Вот за вопрос. А какое отношение имеет эта дрянь к квантовому уравнению? Что вы знаете? Вот вы говорили на разных лекциях и не было ли что-нибудь похожего? Нет, просто вопрос не так. Скажем так, по слову говоря, можно ли из квантового уравнения из квантового уравнения перейти по какому-то пределе к какому-то? Уже подсказывал, уже вмешательство к квантовому уравнению. Я не знаю, что такое квантовое уравнение, поэтому вот. Так, Алашкевич писал же, нет? Да, да, да. Так, а, кстати, вот. Так, смотрите, вот. Вы напишите такое. Сейчас, 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 я покажу на счет платики. Еще можно что сказать. Значит, Ваш, вернее так. Вас, Ваш Киевич, по-моему, заставлял проделывать такое упражнение. Итак, я стираю. Коммутативность гамминтонианом в цепочке туды мы доказали. Поэтому я вот это все стираю пока. Это мне не потребуется. Вы не доказали, а ты доказали? Хотя бы это мной доказали? Нет, ну как бы мы. Ну, все в процессе участвовали и выводили. Поэтому сообщали, доказали. Вот. Так, так, чёрт всё становится. А, да. Значит, что такое квантовый аналог этого соотношения? Вот писал Вик Лошкевич, грубо говоря, такое соотношение. Даже скепторальный параметр, ну ладно. Может, у него есть скепторальный параметр уни-мсвэш, но у меня, я бы не писал. Писал Вик что-нибудь такое, что-нибудь вот типа такого соотношения. Это единичная матка. А что-то посередине. Как уже говорили, самый главный вопрос — софтилологический. А именно понятие, что на зоне, если на другой пишется одно из одного. Виктория. Во-первых, видно ли, что написано на доске? Нет. Вообще не видно. Может, прочитать? Вот и дело. Читай-гравки ниже. Я в школе в школе. РАВНОГОТЕРЯНО. Так что у нас тряпки-то плохие, да? У нас это буква Эль обозначена. Буква Эль, да? Да. То есть буква Эль. Серёж, ты пиши так, что было видно. Так, хорошо. Попробуй так. Сейчас, смотри ещё раз. Смотри, что-то разводы. Надо просто колокол послать это вымыть, да? Потому что оно опять не видно. Сейчас я так сотру, оно опять используется. Знаете ли вы, что самое главное в Германии в науке? Культура всерывания достигнет. Да, это так. Нет, там устроено всё четвертое. Что главное в Америке, в науке вы знаете, да? Это знание заторного произведения. А в Германии в науке главная культура всерывания достигнет. Прям в углу, в углубл chwil, в печи не надо указывать. Как надо? В углубл York. В углубл лишь печень? Ал球 мавиль. Удастся какой-то здоровый. Вит и нет такой. Так, ну, сейчас будет. Надеюсь видно, да? Теперь вопрос. Кто в этом узнает что-нибудь? Что было в активище? Все? Так, теперь кто не узнает? А тогда, пускай, кто не узнает, скажет, что было в активище. Что в активище было похоже, но совершенно не такое. Но у Лашкевича тоже что-то с чем-то коммунитировалось. Ну то есть, когда мы переставляем это, эти два меняются места. Было ровно такое же соотношение, но ну и ладно. А в чем разница? Сейчас в чем разница? Если будут теперь два соотношения, чем разница больше, чем 8? Сейчас, как у Лашкевича было в таких же обозначениях? Там вместо Т было единственное. И все, да? Так, а вот эти тензор с мидичками тоже анонимировалось? Ну, он обычно не писал. Он обычно не писал. Нет, хотя бы про сравнение можно писать. Он, наверное, главное не писал. Так. Вот. А сейчас сообщают, что Лашкевич писал по-другому. Так. Он писал. Т2, Т1. А, отлично. Только главная проблема у нас филологическая. Да. Смотрите, у меня написано Т1. В связанном пространстве вот эта штука стоит на первом месте. А ты напиши вот по-другому. Да. И если так, я буду опять снова упрямо писать не как Лашкевич, а как Товарищ Бинфельд типа, я буду писать интекс 1 сверху. На самом деле это направлено. Смотрите. Сейчас. Так. Определение такое. Не знаю. Вообще. Да, давайте. Так. Определения такие. Смотрите. Всегда. Для любой матрицы. Смотри. 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 Не видно. Как? Нет. Так. Для любой t на n матрицы. x. По определению x с верхним значком 1. Это n2. n2 матрица, которая устроена так. x. Вот это тензорное произведение с единичной матрицей. Поскольку мы изучали уже общее тензорное произведение A на B. То, кстати, это было бы не доставлено. А x2, x2, по определению, это единица с единичной матрицей умноженной на матрицу x. Поэтому, собственно, часто такое R-5 соотношение пишут в таком виде. В упороченном. В сокращенном. А пока вопрос. Кто не знает, кто такой единичный? Единичный, пожалуйста. Кто такой чего? Я просто не слышал. Серёж, пожалуйста. Люди не знают. Да? Хорошо, сейчас. А у меня это вещество. Так, вот вторая форма записи. Так, внимание, вот вторая форма записи, я внизу написал, да? Если я думаю, что этот репестоцентрик квадреевый, а я здесь еще вниз, то уж точно Волошкевич получится, да? Точно. Получится. Волошкевич. Опять не получится? Получится, получится. Да, он раньше получал. Да, я-то не знаю. Кто по-прежнему не видит в этой форму или в форму? Волошкевич. 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 Из этой формулы, из общего РТТ, квантового, следует вот эта формула. Дай подумать. Сейчас, но я хочу Волошкевич предупредить. Смотрите, товарищи. Попробуй. Нет, не буду. Только не смущать. Я скажу. Подумайте, я не хочу. И искусственники может подсказать идею. Как это получается? Так, сейчас, что можно изобрететь. А вот я не могу. Садина? Да. Да. Клант. Давай. Сейчас, это фактически, говорят, не осталось. Ничего, мне это уже, пожалуй, больше не понадобится. Впрочем, мы каких-то народ догадались, как получается. Но у нас закончились. Давайте догадались. Так. Маленькая подсказка. Так, ну... Нет, нет, так. Это безотнасильная. Как это это? Смотрите. В классике, в классике у нас была шкопка Молосона. P с X равняется 1. В каком случае, X и P становятся оператором. X специально подописаться крышкой. Действует на любую функцию от X. Просто умножает эту функцию на X, то есть действует в этом смысле банально. Точно так же, как и в классическом случае. Это крышка. А оператор P действует на функцию F от X в следующем образом. Появляется константа Планка и просто дифференцированная функция G от X. То есть квантовый оператор X это просто умножение на X, а так напишу. P это оператор дифференцированной квантовой механики. И легко увидеть, что удовлетворяются такие конструкционные соотношения. Если мы применим, пусть если говорить строго, применим в пространствах хороших, гладких функций, дифференцированных и так далее. Вот такое соотношение. Теперь, если мы это дело умножим на IH в обе части, мы получим минус единицу. И есть соответствие между главной механикой и классической механикой такое, что вот такой объект между любыми двумя операторами Х должен воспроизводить при H стремященности к нулю скобку полосона между классическими величинами A и B. Но в частности, в пределе при H стремященности к нулю эта вся фигня должна переходить в скобку полосона X с P равняется минус 1. И перевернем и получим вот этот скобочек. То есть вот такое вот соответствие. Кстати говоря, ромет. Этот ромет как бы попытаться из квантовой картинки перейти классически используя вот такое право на соответствие. Кто, например, может выяснить? Вот тут написано какое-то соответствие, какой-то предел, а как вам кажется, а вдруг правильно что бывает? Я не буду маской присначала вот ту цвету, то уравнивать классическую. Ну что, мы прерываем, что ли? Вот, давай, конечно. Сейчас я веду вас. То есть здесь... Ну, подставим уже. Да, но только важно, важно. Важно ставить внимание. Сейчас мы будем разбирать пример следующий. Пусть R матрицы устроены так, что при H стремященности к нулю оно равно их низу. Это будет какой-то ошметчик, который окажется классической матрицей. Но буду, внимание, и вы сейчас будете делать, считать, что T от λ переходит при H стремящемся к нулю, просто переходит в классическую, которую я пока что подключить от этого, T напишу вот как бы халлиграфическое T от λ. Вот так, без единичек. Вот, вот. А что будет, если я устрою другой предел? На просмотр я схожу, который для того, чтобы важный будет, его можно считать, а можно быстро не считать. Плохо видно. Круглый вверх и стирать без единичек. Т.е. на самом деле, опять же, немножко неправильно писал, уж если говорить, конечно, совсем культурный. Т.е. на самом деле, здесь два два стремящего произведения, поскольку R на адресе из N2, 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 но в данный момент это длинникально существует. Спасибо. Спасибо. Мы из такого квадратного АТТ уравнения предполагаем, что R по H имеет какую-то точность, а ТТ равна стремиться просто к классическому какому-то выражению, воспроизведите скобки полосонов, которые характерны для ТОН. Если на сейчас, я говорю, это не домашнее задвание, кто хочет, может делать это сейчас, мне это не нужно будет в дальнейшем, просто рассматривайте это как мелкое замечание. Если я устрою другой предел, что R-матрица квантовая связана с классическим таким образом, а Т от ряда в пределе H стремящимся к нулю устроена вот так, что это единичная матрица плюс тоже IH на классическую какую-то матрицу, то классическое R-уравнение будет немножко другим, которое скорее напоминает то, которое возникает в лекциях Алексея Владимирова, а именно следующее. Классическая вот эта часть будет удовлетворять такой же АЛ. То есть всё можно воспроизвести при желании, все R-матрицные соотношения, которые нужны. Я повторяю, я по-прежнему пользуюсь вот этим вот пределом. Это будет R-матрица. А здесь вместо Тензорного произведения двух матриц Т будет стоять такая же. И одна, и одна. Единичная матрица. То есть единичная матрица. Вот. Это будет уже другая гласонная структура, которая нам нужна не будет. Потому что я, заметьте, буду всегда считать в конце концов. Если мне заодно кванковый лакс-оператор, про который я пока нечего не говорил, то я буду считать, что в классическом пределе, при растении 0, он переходит в матрицу без шляпки. Вот. То есть я работаю с таким пределами в цепочке торговых. Но есть и другие пределы, когда, например, такая скобка возникает в иерархии КФ. И Владимир вам, по-моему, ее писал. Так. Вы смотрите. Связь между квантовой задачей. УДА бедно установили. На самом деле, у меня есть спецплана входит и квантовую задачу рассмотреть уже. Для ТОДА по аналогии вот с тем, что я сейчас вам рассказывал и что я сейчас еще скажу. Смотрите. Хочу. Так. Смотрите. Пока мы что добились. При помощи вот этого формализма, который для некоторых может выглядеть необычным, для некоторых более-менее нормальным. Но к нему можно привыкнуть. Это будет очень естественный, так сказать, такой формализм. Кормак, инстанционных произведений и так далее. Мы пока доказали только одно. Только одно. Только одно доказание. Что в матрице панодромии буква АН есть производящая функция гамильтонианного скотча в предыдущем рассмотрении. Которая зависит от принципа отсутствия. И при этом есть такое инвалидивное свойство. Что эти ащи будут творить, как мы используем. Вот смотрите. Что бы хотелось бы на самом-то деле. Ведь каждый H, каждый гамильтониан, кроме первого, который с субмогимпульсом, второй уже замешивает и импульсы, и координаты. Ставшие гамильтонианы еще сложнее. То есть вообще, говорят, задача как таковая сложная. А к чему бы хотелось ее свести? Вот если, так сказать, повезет. На самом деле, в этом корень, в смысле, интегрируемая система, грубо говоря, всегда сводится к тем, о котором я сейчас скажу. Представим себе, что мы нашли такую замену переменных, вот такую, то есть импульсы, какие-то функции от новых импульсов, пи, каких-нибудь м-то и новых координат, старые координаты, какие-то функции, от новых импульсов и от новых координат. Представим себе, мы нашли такую замену, нам повезло, что все эти гамильтонианы ставят функциями только от импульсов новых. То есть после вот такой подстановки, его функция пока неизвестна, но допустим, представим себе, что подставлю я сюда вот это выражение, и у меня вот этот гамильтониан станет просто пи, н квадрат пополам, это станет суммой пи, н. h3 просто станет 1 3 суммой пи, н в углу. Ясно, что система решается банально, это свободная система, но в действительности тогда будем иметь скобки полосона, пи, н с точки, есть скобка полосона какого-нибудь любого ашката с пи, пи с пи, при этом должны иметься те же самые скобки полосона относительно новых букв, вот допустим, это тоже я. Тогда, если ашкаты содержат только импульсы, то импульсы с импульсами снова коммутируют, это просто ноль, а ку, n с точки, будет просто, например, для второго гамильтониана просто и n, то есть мы получим свободное движение, импульсы сохраняются, а координаты, так сказать, двигаются по прямой. Это будет свободная система. И вот, на самом деле, грубо говоря, со всеми трюками, методами в решении нелинейных задач, на самом деле кроется вообще-то такая простая идея, что на самом деле всегда существует замена старых импульсов и координат такая, что мы, гамильтонианы, которые устроены сложно и нелинейно, после надлежащей замены приведем к очень простому виду, система станет свободная, мы решим эти простые уравнения, поставим сюда, то есть и будут константы, q будут какие-то линейные зависимости от времен, и получим решение исходной задачи, если мы нашли вот такое преобразование. Вопрос, конечно, как такое преобразование заходить, в каждом случае это вопрос искусства, хотя есть некоторые общие схемы. Вот теперь-то я сейчас несколько слов скажу, поставлю проблему, и на этом мы закончим. Но я сейчас хочу указать некое преобразование для ТОДы совершенно явное, как импульсы и координаты нашей системы выразить через другие переменные, которые имеют те же самые скобки полосов, но такие, в которых гамильтонианная цепочка ТОДы станут, так сказать, свободными. То есть будут зависеть только от импульсов, но не будут зависеть от координат. Утверждение следующее. И вообще говоря, вот это надо будет и доказывать. Смотрите, у нас имеется соотношение между буквами А, между буквами А, В и, например, между буквами А с С. Смотрите, что я буду делать. Значит, у нас, производящая принцип гамильтонианного цепочки ТОДы, это поленом в степени n. Предположим, что этот поленом в степени n имеет ровно n попарных неравных нулей. То есть все корни этого поленома отличаются друг от друга. Нет, например, кратности, то есть нет такой зависимости. Ну, когда, например, λ1 совпадает с λ2, то нет вот такой квадратичной зависимости. Предположим, короче говоря, что все корни поленома простые. Простые. Почти ясно, почти ясно. Что если выполняется соотношение А от λ с А от μ? Так, да, чтобы не путать эти λ с этими, давайте гамма прочитать. Корни гамма. Почти очевидно, что и соотношение А от λ от μ равняется нулю. Почти. Очевидно, что следует, что корни этого поленома между собой тоже полосонного комплектива. Пример, который, так сказать, не рекомендую делать, потому что он бессмысленный с какой-то точки зрения. Для двух частичной цепочки ТОДА. Производящая функция имеет такую вид. Гамма квадрат минус гамма на сумму двух индусов. Мы же проверяли, когда перемножали два лаксовых оператора. Проверяем на 2 минус E и 2 минус ЭЦН. Так, ну давайте попробуем найти корни этого поленома. То есть гамма 1 и гамма 2. Решать я это уравнение не буду, поскольку я забыл так. Решается квадратное уравнение, но... Шутка. Значит, эти корни будут выражены через импульс и координаты. Теперь предположим, ну, с предполоской мы знаем, что x1 нетривядный коммутант все остальные нули равняются единице. x22 равно единице, а остальные есть по основной скотке нули. Но найдем явное решение квадратного уравнения, можно просто руками убедиться, используя эти соотношения, что эти корни этого поленома коммутируют между собой. Я пытаюсь, это не задача, это будет, это будет замечание. По-моему, очевидно, что из одного соотношения к этой исследованию это почти очевидно. Тем не менее, вот, будем аккуратно, созвучав, освободить. А вот теперь смотрите, что получается. С одной стороны, у меня имеется запись такого вида. Вот такого вида. Как и было раньше, что это производящая функция гамминтониона цепочек турии. А с другой стороны, я говорю, а давайте искать корни этого поленома. Так, тогда что получается? Если я это распишу как поленом, то это будет сумма поленома 1 и так далее, гамма n. Где σ1 и так далее, это следующие элементарные симметристики. Ой, по-моему, тут нашли. σ0 по определению 1. σ1 это сумма всех гамм. Посмотрите, теорема Виет. То есть σ2 это сумма по К1 меньше по 2. Гамма х1 на гамма х2. Ну и тогда σs какой-то. Это сумма по 1 меньше по С. Гамма х1, который умножен на гамма х2. Ну и легко уменьшить, что последнее. И так далее, последнее σn это просто произведение всех гамм. Это будет теорема Виета, которая с них проверяется, скажем, ясно дело, в случае n равняется 2. Гамма х2-гамма 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 х2. Это первый наш гамм. А это второй гамм. Посмотрите, я как бы уже изначально предположил, что все мои гамм. Просто симметрические функции от каких-то там переменных, которые я буду считать импульсами, и которые полосуно рекомендует. Следовательно, у меня уже есть уравнение ровно n штук, которые связывают импульсы и координаты исходной системы с импульсами новой некоторой системы. Теперь надо еще уравнение найти. Таким образом, ввести столько же уравнение время, то есть ввести какие-то координатыту & м, которые бы были сопряжены к этим координатам в том смысле, что я делать с х2-гамма, и поняла, что я хотел бы, чтобы это было аналогично с исходными импульсами, такие сделанные. Написать уравнение, и вывести х и П через переменные Bapt и Гамма. Вот я сейчас скажу, гамма-переменные я просто определил их как корни данного поленома, а букву вот это я определил следующим образом Это, как говорится, предмет вычислений очень важный Смотрите, пусть у меня еще раз гамма корни поленома АМ Возьму данную функцию B от рябка и поставлю в нее и скажу, что пусть спектральный параметр равен значению какого-то корня вот этого поленома То есть я прямо вот так описываю по простому B, то есть спектральный параметр A Утверждение, что для Тоды я из соотношения A от рябда B уравняюсь вот та правая фигня Я получу следующее соотношение Для андрака Вот это надо бы проверить B от гамма n равняется совсем простой величине B от гамма n равняется Dельта от рябда И аналогично Аналогично, правда лучше здесь С от гамма n равняется С от гамма n равняется С от гамма дельта от рябда то есть, на самом деле, если бы я ввел теперь а-пределение, b от гамма от n, пол-пределения, в какая-то экспонента, в какой-то переменной, то из этого соотношения, конечно, бы следует, что гамма k с θ n, равна из-за дельта k n. Пафос, короче говоря, следующее. Чтобы решить задачу для того, то есть привести сложные гамма к свободным, надо брать следующие перемены. Я говорю, это ответ, мы это будем долго обсуждать. Надо сделать следующее. В качестве n переменных первых надо выбрать корни полинома a, n, подставить значение этих корней функцию b, r, n, представить в таком виде. И оказывается что-то новое. Ещё дополнительное это стоп переменных. И я утверждаю, я утверждаю, что в этих переменах задача для того решится, задача для того решится, а ответ будет такой, который мы уже получаем. А именно, например, е в степени хм будет равна методамина матрица n, summa pg от единицы n, равна каждой степени хм, grad и across на нём, chinese со временами хм, caregivers по которому faisait смену совершенно ее неаровывание. То есть на самом деле я построю преобразование, переменный гамма и добр. Это новый смысл теперь эту формулу имеет. что этот детерминант осуществляет связь между динамическими переменами исходной сложной системы и динамическими переменами той системы, которая простая и свободная. И определяется она из нулей полинома АН с постановкой каждого нуля, буквы В или буквы С. Вот такая вот философия. Это как бы несколько видоизмененный вариант разделения переменных склянина, который я придумал в году 90-х. А я его немножко перекорежил и пару лет назад приспособил для решения для труда в таком явном виде. Да, так вот. Можете попытаться дома доказать вот эти вот соотношения. Исходя из определения данного, из определения вот этого и из тех обух полослонов, которые мы получили для матрицы на нагреве. Ну эта задачка такая, она в принципе не сложная, но на нее надо подумать, а посидеть, и означать, что может быть меньше. То есть, я так считался. То есть, еще раз я говорю, я пока методы решения не слагал. Я просто хотел выяснить, какие переменные, кроме Х и П, обладаете еще хорошими свойствами. Вот я утверждаю, что нули и значения буквы В, например, в этих нулях. Они тоже обладают хорошими свойствами, но вот в смысле, что новые экономические перемены, и с ним задача решается. Вот такая вот задача. Вот когда нам сегодня все, здесь, в этой вот рече, перерыв. И после перерыва, туда входят задачки по...